здравствуйте приветствую вас на канале школа доктора скачков а я доктор скачков врач фитотропевт диетолог автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть из которых вы можете приобрести через интернет в этом видео решил рассказать как поить ребенка водой правильно ребенок во многом заложник ваших знаний если вы их используете неверно по отношению к ребенку знакомы вернее ваш ребенок знаком с такими диагнозами как хронический гастрит гастроглодонит дисбактериоз кишечника панкреатит бронхит аденоидит танзелит ринит ну и другие болезни которые так или иначе связаны с неправильным употреблением воды о том как поить ребенка водой правильно в грудном возрасте я написал в предыдущем видео если вы эту информацию пропустили не вопрос ее легко найти на моем канале вот как только ребенок начинает вести более активный образ жизни либо пытаться иными словами из колыбели из горизонтального положения пытается перейти так или иначе вертикальное начале он сидит потом стоит потом ходит потом бегает на каждом этапе затраты воды на обеспечение этого процесса увеличиваются и у вас должны быть четкие знания и понимание как же поить ребенка водой правильно многие заходят в интернет оказывается для здоровья нужно выпить за сутки полтора два два с половиной а некоторые советуют даже три литра воды и понимая что ребенок ему нужно по минимуму из этого максимума или оптимума детям пытаются заставить их выпить полтора литра воды в сутки напомню это потребность воде абсолютное если убрать другие источники воды для человека весом для ребенка весом примерно около 20 килограмм это уже ребенок достаточно взрослый если году большинство детей имеют вес всего 10 килограмм в этом возрасте многие уже ведут достаточно активный образ жизни полтора литра воды сутки такой крохи это легкий гидро динамический удар с которым его организм может не совсем справиться вода может задерживаться в пищеварительной системе и обозначенные в начале этого видео либо его в названии некоторые заболевания вы уже возможно знаете чтобы обеспечить вашему ребенку активный рост и полноценное развитие различных органов и систем в его организме вам необходимо регулярно правильно выполнять как минимум две основных рекомендаций иными словами знать как поить ребенка правильно и как кормить ребенка правильно все-таки рост и развитие в большей степени требует правильного питания которому не мешает вода а помогает в этом случае и ребенок растет хорошо развивается хорошо и не болеет и для того чтобы вам проще было выполнить эти рекомендации я бы советовал правильно закалять вашего ребенка часть экспертов советуют закалять обливанием холодной водой даже моржеванием это хорошие процедуры в свое время но не по отношению к ребенку напомню какие ощущения сопровождают эти процедуры после них как правило ощущается чувство тепла жара а это означает что часть питательных веществ была разрушена с освобождением энергии которую вы чувствуете вам стало тепло расщепление каких-то компонентов с освобождением энергии по-иному называется катаболизм а ребенку ему нужен она болезнь ему нужно ту пищу которую вы предложите полноценно переварить и усвоить для того чтобы строить новые клетки формировать усиливать работу органов систем органов и в конце концов развивать свой организм правильно поэтому по этому признаку если вы занимаетесь моржеванием вам еще более правильно нужно выполнять рекомендацию как кормить ребенка правильно в этой ситуации есть еще один момент когда появляется избыток тепла он обычно удаляется из организма с водой иными словами в этом случае вам нужно еще более тщательно выполнять рекомендацию как поить ребенка правильно потому как потребность в воде у него также возрастет если вы не будете эти два движения совершать правильно ребенок будет развиваться медленнее будет отставать и в росте и в развитии и зачем вам нужно такое закаливание есть совершенно иной более безопасный способ закаливания это контрастный либо шотландский душ при котором поверхность кожи ребенка обрабатывается или взрослого человека обрабатывается попеременно то прохладной водой с температурой около 20 градусов по цельсию чтобы не вызывать стресс и катаболизм в организме а далее температурой около 40 градусов по цельсию и несколько перемен несколько циклов холодное и горячее дают закаливание вашего ребенка тренировку вегетативной нервной системы и при любых нагрузках ваш ребенок будет потеть оптимально все не будет течь под ручьями он будет охлаждаться правильно иными словами он будет правильно и экономно расходовать воду в этом способе есть одна сложность если ребенок маленький вам сложно по своим ощущениям правильно провести без стресса для ребенка эту процедуру где-то в воду перегрели где-то вы ее переохладили и для ребенка будет проблема поэтому чтобы закалять ребенка правильно есть еще один я бы сказал детский способ закаливания о котором я вам расскажу прямо сейчас этот детский способ закаливания можно совершать практически в любых условиях можно в ванной можно в душе можно использовать просто тазик летом можно закалять ребенка на открытом воздухе обязательные аксессуары это емкость с умеренно горячей водой и достаточно грубое полотенце вы смочили полотенце в этой воде слегка отжали а дальше простым движением прижали к кисти ребенка и не отрывая полотенце тереть не надо одним движением бы слегка прижал кожу двигайтесь к плечевому суставу обрабатываете руку с нескольких сторон иными словами вы активируете не только движение отработанной венозной крови что очень важно лимфообращение другим способом можно активировать лимфообращение но это не в домашних условиях после того как вы обработали одну руку переходите на другую после этого ноги опять-таки если руки от кистей плечевым суставом то ноги от стоп к тазобедренным суставам туловище к пупку спина позвоночнику сделали один круг после этого вновь приступаете начинаете следующий круг два три раза обработки дает прекрасный закаливающий эффект пока вы обрабатываете умеренно горячей водой поверхность кожи ребенка переходите на другую конечно здесь идет легкое охлаждение вот вам и закаливающий эффект дети любого возраста прекрасно переносят эту процедуру с прекрасным оздоравливающим эффектом перспективе первое время при проведении закаливающих процедур ваш ребенок должен стоять на деревянной подставке чтобы не переохладить стопы ребенка и не вызвать снижение иммунитета как минимум органах дыхания и мочи половой системе и не способствовать обострению тех инфекций которые там уже могут находиться а также всегда после окончания процедуры кожу нужно обсушить сухим теплым полотенцем регулярность выполнения процедур дает прекрасный оздоравливающий эффект и укрепление иммунитета ребенка иными словами ребенок реже болеет и лучше развивается иными словами он лучше и более эффективно использует те продукты питания которые вы ему даете это количество воды которым вы его обеспечили для того чтобы полноценно обеспечить организм ребенка всем необходимым нужно знать еще как правильно пить воду на протяжении дня а именно как правильно пить воду утром натощак как правильно пить воду вечером перед сном как правильно пить воду ночью как правильно пить воду до еды во время и после и такие видео уже есть на моем канале и они полной мере относятся как взрослым таких детям но у детей пищеварительная система более слабая поэтому детям эти рекомендации нужно выполнять более тщательно поэтому просмотрите это эти видео и выполняйте эти рекомендации вместе с вашим ребенком в этом случае у вас будет лучше качество жизни и претензии на активное долголетие также проявится вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а в следующем видео вы узнаете как пить воду правильно женщинам у женщин есть свои особенности в употреблении воды и как пить воду правильно вы узнаете в следующем видео